Пожалуйста, Ольга Генриковна. То есть один человечек – это целая Вселенная, которая в дальнейшем, неизвестно по какому астрономическому принципу, будет уже развиваться. Потому что насилие, любое насилие, особенно если оно носит характер коллективный, то вы сами понимаете, что психологическая травма будет очень серьезной. И, естественно, ребенок будет всю эту ситуацию тяжело переживать. И изменения в личностном плане будут, конечно, очень серьезными в дальнейшем. Как это в дальнейшем проявится, мы с вами можем предполагать. Но дело в том, что у каждого из этих детей, которые были и в роли жертвы, и в роли агрессора, изменения будут серьезными. Ну и постараемся сегодня разобрать вообще, что такое буллинг более систематично. Ну и поговорим, действительно случайно это возникает, как какое-то событие, такой феномен, или это все-таки закономерность каких-то определенных ситуаций, каких-то событий, каких-то явлений в школьном коллективе. Мы говорим с вами в большей степени, опять же, о школе, потому что, да, буллинг есть и в детском саду. Вы сейчас увидите, что это действительно так. Но все-таки приобретает такие не очень лицеприятные формы буллинг именно в школьном коллективе. Сразу же технически, пожалуйста, вопросы задавайте не в общем чате, а в чате вопросы. То есть нажимаете и посылаете, для того, чтобы я успевала отвечать на них в течение вебинара, потому что я думаю, что вопросы возникнут. Ну и давайте будем, опять же, то, что касается терминологии. Это что такое школьное насилие и что же такое буллинг-то или насилие. Дело в том, что школьное насилие – это не только применение определенной силы, вербальное или невербальное, прямое, непрямое, только между детьми. Ну и есть, к сожалению, случаи, когда это школьное насилие используется учителями по отношению к ученикам. Но и в моей школьной практике, то есть именно в моей, когда я была школьником, у нас была действительно недолгая, конечно, закончившаяся для нас поучительно, травля у одного из учителей с подачи одного из наших одноклассников. Ну, школа была такая достаточно небольшая, все это было выявлено, но надо отдать должное тому учителю, который был потом в течение этого учебного года для нас самым любимым. Узнала администрация не от нее, случайно, просто-напросто кто-то проговорился. Насилие – это любое поведение, которое нарушать будет права другого человека. Сам же буллинг – это длительный процесс сознательного. Не просто так ударил, потому что он сам по себе агрессивный, или обозвал, потому что это по возрасту так принято. А именно сознательное, жесткое отношение физически или психически со стороны одного или группы детей к другому ребенку. Чаще всего это бывает, конечно же, с подачей других детей, но инициатором, как правило, бывает один. А это бывает эмоциональное насилие и физическое насилие. Ну, психически, естественно, но почему эмоционально мы отмечаем? Ну, потому что, естественно, что эмоционально это будет проявляться и у агрессора, и у жертвы. Это могут быть насмешки, клички, со стороны учителя замечания, необъективные оценки, сравнивания с другими, унижения, оскорбления, высмеивания, отторжения. Причем, еще раз говорю, отторжение может создать и учитель в классе. То есть инициатором буллинга может быть учитель, потому что неприязнены какие-то отношения в отношении этого учащегося. Это может быть изоляция. Ну, мы с вами знаем, есть такой статус, изолированные. Но здесь тоже нужно смотреть, изоляция происходит по желанию самого ребенка или именно вследствие школьного насилия. Отказ от общения, то есть один из группы подговаривает других, которые в эту группу входят, группировки вот эти. Не группировки в плане совместной деятельности где-то за пределами криминального характера, а именно группирование по каким-то признакам. Ну, как правило, там бывает лидер, который вокруг себя группирует этих детей, ну, и он говорит, если ты будешь с ним общаться, я с тобой дружить не буду. Или ты не пойдешь с нами туда, куда мы собирались пойти. И физическое насилие – это прямое избиение. То есть тогда, когда группа, как правило, детей, потому что агрессор, как правило, достаточно труслив, ему нужна поддержка того, что он делает. И науськивание лидера этой уже группировки такой достаточно с криминальной направленностью происходит избиение одного учащегося, подкарауливание его после школы. Избиение носит целенаправленный характер, принесение, нанесение телесных повреждений. В буквальном смысле до первой крови, до синяков и так далее. В моей практике тоже была такая ситуация, когда... Ситуация была такая, что сам мальчик был достаточно неприятен, действительно. Он был занудлив, он постоянно жаловался, он постоянно ябедничал. Естественно, что в пятом классе такие ситуации мимо других детей не проходят. Я не оправдываю эту ситуацию ни в коем случае. Но, в принципе, когда они мне объясняли, это было объективно. И когда было вот это самое перемирие, когда они обсуждали очень бурно, почему это происходит, необходимо было все-таки изменить поведение и самому этому мальчику. Но быстро... Причем это происходило далеко за пределами школы. Они поджидали его не... Потому что знают прекрасно, что окна некоторых администраторов выходили на выход из школы и периодически... А дело было в мае, было тепло, окна были открыты, это было слышно. Они уходили с этим. Следовали за ним и где-то за пределами видимости его... Ну, избивали, избивали, конечно, не жестко, но ощутимо для этого мальчишки. Пришла спустя некоторое время... Он не жаловался, что самое удивительное, он на эту ситуацию не жаловался. Пришла мама. Маму я знала очень давно уже, и она никогда не жаловалась, никогда не требовала наказания других детей. Она понимала ситуацию, она... Мальчик был с особенностями некоторыми поведения. И поэтому, естественно, что она уже сказала, что ну просто я боюсь, что действительно он побежит, и это же уже так было, и попадет под машину, испугавшись этого. Но ситуацию мы разрешили буквально за два дня. Они уже закончили достаточно давно школу, несколько лет назад. Ну и ситуация больше в классе вообще не повторялась. Но за временем практики моей, школьного психолога, случаев таких было всего несколько. То есть, как видите, это не повсеместное такое явление. Говорят, что дети очень жестокие, дети постоянно ищут повода, чтобы другого обозвать и так далее. Нет. Как правило, эти ситуации, как только они возникали, они сразу же пресекались, и вот этого длительного периода не наблюдалось, за исключением трех случаев, которые были в моей практике. Это действительно был буллинг, и вот в этом случае мы просто-напросто его пустили, именно потому что не поступало жалоб ни от кого. Это могут быть нанесения каких-то ударов просто на отмашь, просто в живот, ниже пояса. То есть вот именно толкание, шлепки, подзатыльники, отнимание вещей, вытряхивание хизранцев, питание предметов по классу, все что угодно, то есть предметов, которые принадлежат этому ребенку. Агрессивно-насильственных взаимоотношений достаточно много. Дети изобретательные и, естественно, что делают. Здесь приведены такие крайние формы, которые, к сожалению, тоже бывают. Наблюдаются они не только в каких-то неблагополучных муниципальных образованиях, но и очень часто эти взаимоотношения формируются и в достаточно серьезных школах, элитных школах, также и в школах-интернатах, где дети находятся не всегда с должным, поддуксом наблюдением, с достаточным количеством взрослых людей, и очень часто они находятся в вечернее время, в ночное время один на один. Ну вот хейзинг, издевательство. Это издевательство, которое чаще всего проходят дети для того, чтобы войти в ту или иную группировку подростковую или юношескую. Ну и, как правило, эти ритуалы, они носят характер именно издевательств. Вот здесь приводится пример передвижения присядок, состояние под холодным дождем, употребление большого количества воды. Это непомерное съедание каких-то несъедобных предметов, это удары какими-то такими колющими предметами с неглубоким проникновением. Ну и, естественно, что пройдя через все эти ритуалы, через определенные издевательства, потому что это действительно приносит человеку физические серьезные страдания, но и психологические. И тогда он может быть принят в эту группу. Это, как правило, закрытая группа, в которую входит войти по доброй воле, просто так и выйти из нее невозможно. Как правило, группы эти, сами понимаете, что если издевательство присутствует, то это естественно, что криминальная направленность этой группы, жестокие взаимоотношения дальше будут продолжаться, изгнание, наказание и так далее. Моббинг, грубость, хамство – это тогда, когда группа, стая, вот такая стая, начинает свои действия против какой-то белой вороны или одиночки. Ну, в каждом классе, в каждом классном коллективе, начиная с первого класса, есть какой-то одиночка. Почему? Ну, причин там, опять же, много. Или сам ребенок не может поддерживать эти правила, или он слишком занятый, или слишком умный, потому что проблема одаренности, вы знаете прекрасно, это проблема девиантного поведения, потому что дети одаренные, они всегда с проблемами, вот я сейчас работаю в таком лицее, где, конечно, заметны вот эти белые вороны, но, по счастью, их много достаточно в классе, но, тем не менее, выбирают одного, и, возможно, уже отношения к нему изменяться будут. Это могут быть недоброжелательные, агрессивные действия со стороны группы. Очень часто это бывает тогда, когда новичок приходит в класс, и, естественно, что он не может сразу же войти в эту группу, потому что он сформировал уже определенные взаимоотношения в другом классном коллективе, и, естественно, что, может быть, тот лидер этого класса, который потом будет агрессором в последующем, он чувствует какую-то определенную угрозу, потому что, может быть, это более сильный человек, более умный человек, занимающийся каким-то спортом, поэтому, естественно, что его лучше вначале нейтрализовать, чем потом отойти от дела лидера. Ну и целевой определенный психотеррор, чаще все-таки это психологический террор, воздействие на эмоции, потому что, еще раз говорю, зачастую белая ворона может дать очень серьезный отпор в случае физической агрессии, но психологически вот эти оскорбления, унижения, обзывания и так далее. Вот такой формой насильственных взаимоотношений пользуются, к сожалению, взрослые люди, потому что, ну, трогать я его не трогаю, но унизить ребенка можно достаточно серьезно оскорбить его. Я до сих пор помню, когда сын моей подруги, я его знаю с рождения, она мне звонит буквально через неделю после начала систематического обучения в первом классе, и спрашивает, что делать. Я говорю, что случилось? Пришел, бабушка встретила его из школы, и пока они шли до дома, он все время плакал, он плакал дома, бабушке он ничего не рассказал, только тогда, когда мама пришла со школы, новый взрыв рыданий, и он рассказал о том, что... И он только повторял, мама, если бы ты знала, как ему было плохо, ему было так плохо, мама говорит, кому плохо-то было, ты мне расскажешь, кое-как она вытянула из него, что, оказывается, было плохо однокласснику, которого наказали тем, что он стоял у доски весь урок, и все дети на него смотрели. То есть вот в этой фразе говорится о том, что он действительно был наказан по делу, потому что он провинился, и наказание-то было, как он просто стоял, его никто не обзывал, никто не оскорблял. Но и он, вероятно, сам, и дети в классе восприняли это, как ужасное событие, жуткое событие, как ему было плохо. Поэтому мы должны все-таки понимать, что брошенное нами слово, интонация, мимика в отношении кого-то из детей может иметь серьезные продолжения, которые приведут к серьезной психологической травме. Работать с этими детьми, в отношении которых оказано не только физическое, но и психологическое, вот такое сильное воздействие, давление, ну, бывает достаточно сложно. И чем младше ребенок, тем тяжелее это сделать. Ну, и дедовщина, то есть издевательства, которые практикуются старшими по отношению к младшим. Ну, опять же, это в группах, я уже сказала, в которые нужно пройти ритуал, чтобы пройти закрытые группы, и где, конечно же, тот новый член этой группы, он еще долгое время будет доказывать то, что он достоин находиться в этой группе. Ну, и, например, отношения родителей-ребенок в семье. Ну, мы видим уже несколько таких судебно-серьезных разбирательств, когда отчим или мама и отчим используют вот такие издевательства в отношении ребенка в воспитательных целях. Это тоже называется насилие, буллинг, длительный процесс. Ну, и, естественно, что мы говорим об этой травле именно в отношении более сильного психологически или физически человека по отношению к более слабому физически или психически. Тогда, когда идут разборки между группами, например, или между отдельными обучающимися, это другое явление, и другие имеют корни. Ну, и формы, видите, школьного буллинга. Ученик является агрессором, и ученик является жертвой. Взрослые бывают агрессором, а ученик – жертвой. И не часто, но сейчас эти явления наблюдаются, к сожалению, чаще и чаще. Тогда, когда ученик является агрессором, а взрослый является этой самой жертвой. Ну, и как же мы должны выявлять-то? Потому что, еще раз говорю, ребенок, против которого это насилие осуществляется, он напуган. Напуган вот этими действиями, напуган намеренно, напуган тем, что это целая группа, он напуган тем, что это усугубится. То есть, естественно, что он жаловаться в очень редких случаях пойдет. Тот, который привык жаловаться, в отношении него буллинга не будет, потому что те дети, которые проявляют агрессию, они прекрасно понимают, что об этой агрессии будет сразу же всем взрослым доложено. Поэтому, когда ребенок, жалующийся постоянно, а такие детки бывают, поставьте всегда под сомнение, что идет травля этого ребенка. Потому что то, что делает он в отношении других детей, постоянно на них жалость и привирая зачастую, собственно говоря, агрессором-то является в большей степени он в отношении какого-то выбранного ребенка с какими-то хулиганистыми такими наклонностями. Ну, смотрите, сильная потребность господствовать и подчинять себе других учеников. Почему это происходит? Почему этот ребенок испытывает эту сильную потребность? Ну, потому что семья неблагополучная и в семье существует вот такая иерархия определенная, агрессивная, и он в этой иерархии стоит на нижней ступени. Но так как он уже усвоил правила существования в таком коллективе, он хочет теперь быть тоже лидерами, тоже хочет проявлять агрессию в отношении других людей, более слабых, чем он, они импульсивны и легко переходят в ярость. Есть такое понятие психоорганический синдром в психиатрии, тогда, когда на определенную органическую основу накладываются вот эти самые разные психологические изменения. Будет у нас курс повышения квалификации, мы будем с вами рассматривать эти проблемы очень серьезно, потому что таких детей, к сожалению, с патологическим характером стало формироваться все больше и больше. И вот эти минимальные мозговые дисфункции, микротравмы, которые ребенок получает в течение своего раннего детства, они приводят вот к тому, к такому явлению. То есть они раздражительны всегда, и вот это раздражение, переходящее в гнев, вот этот переход совершенно незаметен. То есть легко, с полуоборота, с неправильного, по его мнению, взгляда, не тронули его вещь и так далее, он переходит сразу же к агрессивным действиям. Это дети, которые, опять же, привыкли вызывающе, агрессивно, грубо вести себя по отношению всех взрослых, не только своих родителей, но и учителей. Недавно была у меня консультация, в классе не очень правильная обстановка сложилась по многим причинам, и пришла мама, они сорвали урок очередной, на следующий день я их позвала к себе, потому что консультативно, вы сами знаете, обязательно консультация в таких ситуациях. И здесь идет буллинг со стороны группы учащихся в отношении учителей. То есть они намеренно выбрали группу учителей, которые не умеют и не считают нужным повышать голос, наказывать детей. То есть весьма лояльные учителя, но им нравится вот это доказывать друг перед другом. Мама пришла раньше, чем ребенок, и начала доказывать о том, что ее ребенок попал в группу плохих мальчиков. Которые его обучают плохому, очень плохому. Но когда мама так говорит, естественно, есть сомнения, мы пригласили, я намеренно сделала, что мама вместе с ребенком. И буквально через 3-4 минуты ребенок проявил свою грубость не только в отношении меня, которую я достаточно быстро пресекаю, но и в отношении своей мамы. И мама начала всплескивать руками, вскрикивать, как так может быть, я первый раз его таким вижу. Но судя по той интонации, с которой все это было сказано, по тем словам, которыми это было все сказано, ребенок привык так с мамой разговаривать. И мама делает вид, что это не так, что она стала его успокаивать, потому что тот решил отпустить слезу, поняв, что, собственно говоря, они сделали не очень хорошо для себя и ведут себя не очень правильно в отношении некоторых учителей, потому что была проведена разъяснительная беседа. И дальше мы будем продолжать уже коррекционные мероприятия после всей дистанционной формы обучения, тогда, когда мы в конце концов увидим детей в наших школах. Но я думаю, что сейчас какой-то определенный вот этот способ разъединения, он приведет к хорошим, положительным результатам, потому что проведена была беседа с лидерами вот этой группы. Ну и я думаю, что у них будет время все это обдумать и стоит ли это дальше продолжать. Как правило, это дети, мы говорим не только о мальчиках, но вообще и о девочках в том числе. Дело в том, что не испытывают они сочувствия к жертвам, но не может он, не формируется у него сочувствия. Ведь это же чувства, которые формируются на основе многих эмоций, других чувств. И если в семье уже привычным стало жестокое обращение, оскорбление, унижение ребенка, то ну как он может сочувствовать, если ему в этой семье никто из взрослых не сочувствует или сочувствует такой же незначимый член семьи. Это бывает или бабушка, или дедушка, которые в принципе загнаны в угол и рта раскрывать не смеют. И поэтому естественно, что он находит там сочувствие и испытывает сочувствие именно к этому члену семьи, но к другим людям у него такое чувство не формируется. Дети, которые, ну опять же, потому что они затравлены, запуганы, забиты уже дома. И вот это постоянное подавление гнева и страха, оно не может быть постоянным. То есть в любом случае, любое накопление эмоциональной энергии, положительное для отрицателя, оно должно иметь физический выход. Ну что такое эмоции? Это опять же химическая реакция, накопление определенных веществ, которые должны нейтрализоваться посредством каких-то определенных других действий. Очень часто это физические действия. Но вот он и выплескивает это в виде агрессивных действий в отношении других детей. Ну и это, конечно же, сироты в опекунских семьях. Вот на днях у меня была еще одна такая вот консультация, когда девочка, ну вообще проявление апатики, обуличить, ничего не хочет, ничего не может делать, учится очень плохо, никаких переживаний по этому поводу, то есть совершенно погасший ребенок. У ребенка оба родителя умерли по серьезным таким причинам, асоциальным, скажем. И воспитывается девочка в семье, где бабушка пьющая очень сильно, тетя очень сильно пьющая, дедушка зануда, потому что за 15 минут, пока он с нами разговаривал, он себе столько придумал болезней, которых на самом деле нет. Он столько выложил жалоб на этого ребенка. Ну, в общем-то, вот естественно, что вот такой ребенок может при желании вот начать вот такую деятельность в отношении других. Но это девочка нет, она совершенно потухший ребенок. Кто же будет жертвой школьного буллинга? Это дети с недостатками. Ну, помните, очкарик, да? Глухая тетеря и так далее, тому подобное. Ну, и дети с детским церебральным параличом тоже могут быть, ну, с легкой формы, которые посещают школу, тоже могут стать объектом насмешек. Но дети с физическими недостатками в виде излишней худобы, полноты, высоты, взрослые или низкие дети, то есть здесь фантазия детей, что придумать, вы прекрасно понимаете, что направлено не туда. Особенности поведения – это дети, на первое место, это дети, которые ведут достаточно замкнутый образ жизни, они не любят общаться, ну, опять же, по многим причинам. Это могут быть органические какие-то поражения, то есть в виде заболевания, или это могут быть проблемы воспитания в семье, где каждый сам по себе и ребенок перенимают эту форму поведения. Это дети застенчивые, это дети с высоким уровнем тревожности, это дети с импульсивным поведением, ну, мы знаем, гиперактивные дети, мы говорили с вами, то есть гиперактивный ребенок, он очень быстро становится всем абсолютно неудобным, и детям, потому что он постоянно их дергает, постоянно толкает, постоянно что-то у них отбирает, то есть это действительно очень серьезная проблема и для детей. Дети начинают с подачи взрослого, для которого это ребенок тоже крайне нежелательный в классе, начинается просто действительно травля со всех сторон этого ребенка. Ну, травля будет заключаться в чем? Постоянных насмешках со стороны детей, постоянных наказаний со стороны взрослого человека. Это тоже буллинг, то есть постоянно идет воздействие, что усугубляет состояние ребенка, потому что мы знаем с вами о том, что гиперактивность – это не проблема воспитания, это проблема здоровья. Это дети неуверенные, это дети, имеющие очень низкую самооценку, ну, иногда действительно самооценка вообще отсутствует, то есть человек не умеет себя оценивать, не, может быть, его очень много оценивали посредством сравнивания с другими. На данный момент он не научился оценивать себя, себя сам, и ему становится совершенно безразлична оценка со стороны других детей. Ну и особенности внешности – рыжие волосы, веснушки, оттопыренные ушки, ноги не так, форма головы не та и так далее. То есть, как видите, это дети, которых, в принципе, мы должны с вами отнести в группу риска по этой проблеме, и работать с ними на повышение самооценки, на развитие коммуникативной сферы, на снижение уровня тревожности, и работать с классом, в котором этот ребенок находится. Это не значит, что он уже жертвовал. Понимаете, когда ребенок станет жертвой, то, естественно, что это уже процесс запущенный. То есть, тогда, когда мы уже не можем осуществить пропиралактику, мы будем осуществлять эту самую коррекцию. Как же нам же теперь нужно выяснить, до нас дошли слухи, как правило, это слухи, понимаете, не потому, что мы с вами плохо работаем, а потому, что это скрывается и агрессором, и жертвой, и другими детьми, которые или входят в окружение агрессора, или боятся по каким-то причинам, что агрессия со стороны этой группы перейдет на них. Поэтому, естественно, что это замалчивается достаточно длительное время. Но классные руководители, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, мы постоянно находимся в контакте с детьми. Ну, естественно, если мы хотим этого контакта и понимаем, что только имея этот контакт, мы сможем с вами заниматься профилактическими мероприятиями какими-то. Ну и предположить или подтвердить вот те слухи, которые до нас дошли, а желательно, чтобы это в самом начале было ухвачено за хвостик. И мы начинаем анализировать эту ситуацию. Я хожу на уроки, наблюдаю на перемене, приглашаю потенциальных агрессоров и потенциальных жертв на беседы под любым другим предлогом, потому что в данной ситуации не надо все это быстро таким образом прогрессировать. Но, тем не менее, вот смотрите, это человечек, который проявляет физическую агрессию. Это человек, который любит обзываться. Это человек, который запугивает. Это можно в процессе наблюдения выяснить. Это мимика, это поза ребенка, это кулак показан, это никому не говори, это записки какие-то, которые попали к вам и так далее. Это изоляция. То есть тогда, когда он еще себе не набрал группу, он изолируется и начинает постепенно. Мы знаем, что он изолированный в классе именно по вышесказанным причинам. Это вымогательство, в случае вымогательства, когда он требует... Ну, я же, он меня взял, а долг не отдает, но я и потребовал долг, мне же тоже деньги нужны будут. Вот, поэтому, естественно, что вот эти фразы мы должны с вами тоже на карандашик брать и этого агрессора тоже в группу риска отмечать. Ну, и тогда, когда отмечены случаи повреждения чужого имущества, в том числе и школьного имущества, потому что, смотрите, школьное имущество будет тогда повреждаться, когда есть определенные проблемы в общении этого ребенка и каких-то конкретных учителей. То есть тогда, когда ребенок начинает формировать вот эти агрессивные поведения в отношении взрослых людей. Как мы можем выявить потенциальную жертву? Школьные принадлежности этого ребенка прячутся, мажутся, пачкаются, разбрасываются по коридору, рвутся лямочки, разрезаются замочки, все что угодно, но его школьные принадлежности постоянно находятся в поврежденном виде. Об этом очень часто жалуются родители. Это очень серьезный звонок, который мы должны взять на вооружение именно по выявлению вот этого, предотвращению дальнейшего развития буллинга. На уроках этот ребенок отвечает неохотно у доски, потому что, как правило, когда он выходит к доске, отвечает, решает задачи и так далее, в школе, в классе начинается хихиканье, шум какой-то определенный, негативные комментарии того, что делает ребенок, но и все это приводит к тому, что ребенок может отказываться отвечать. Это тоже серьезная проблема для ребенка, то есть он уже сформировал вот тот страх, который формируется на протяжении достаточно продолжительного времени, не просто так, вот внезапно он стал боязливым. Нет, мы должны с вами все проанализировать, поэтому и существует у нас тетради наблюдений, поэтому, конечно, когда ты работаешь в одной школе и видишь этого ребенка с 1 по 11 класс и так далее, конечно, это все будет улучшать диагностику. Во время перемены такой ребенок будет отказываться выходить из класса, и учитель часто видит его сидящим в классе, когда другие бегают на перемене, играют и так далее. Он идет в столовую, а если это младший класс, то старается этот ребенок быть поближе к учителю, или наоборот идти последним на отдаление от класса, и вот тут учитель усугубляет эту ситуацию, делает ему замечание. В этой ситуации, конечно, нужно понять, что ребенку что-то не очень хорошо, надо взять его за руку и просто-напросто вместе с ним пойти в столовую, то есть показать остальным, что он находится под защитой. А если учитель еще будет делать замечание, это все больше и больше будет ребенка отдалять от взрослых людей, которые могут ему помочь. Но и я не могу не затронуть вопрос психологического климата в классе, потому что зачастую неблагополучный психологический климат именно в классе приводит к тому, что создается та почва, на которой может вот этот буллинг, процесс, длительный процесс насилия группы или нескольких более сильных детей по отношению одного или нескольких более слабых детей. Ну и что же мы говорим, что же такое психологический климат? Это эмоционально, вот видите, мы об эмоциях опять же говорим, эмоциональная краска психологических связей членов коллектива. Тогда, когда есть определенные симпатии, совпадение характера, интереса, склонности. Психологический климат – это устойчивое состояние класса, стабильный и типичный для этого коллектива эмоциональный настрой. Если это благополучие, то понятно, что благополучно будет всем членам коллектива. Если это неблагополучие, то неблагополучно будет для всех. Ну и вот типичные характеристики социально, благоприятного социально-психологического климата в такой ситуации. Дело в том, что в такой ситуации вряд ли будет формироваться неприязненные отношения. Почему? Ну, потому что нет почвы психологической для этого безобразия. Дети очень активные, они жизнерадостные, у них тон взаимоотношений благосклонный, благожелательный, доброжелательный, радостный. Они чувствуют там то, что каждого какому-то из детей не очень хорошо. Они постараются поддерживать друг друга, не просто давая списывать, а давай я тебе объясню. У тебя нет карандаша, и член коллектива этого, другой ученик тут же протягивает ему карандаш. Ручка забыла. А, ты неряха, ты все время все забываешь, ты такой, такой. Нет, на, возьми, тебе тоже это нужно, иначе ты сейчас отстанешь. А в детском саду тоже сталкиваемся с буллингом. Да, Марина Александровна, я с вами согласна. Там формы, конечно, еще более жестокие, потому что они примитивные. А в школе эти формы все-таки носят более такой завуалированный характер. В детском саду, конечно, буллинг видно сразу же, потому что воспитатель находится постоянно со своими детьми. Ну и они участвуют, эти дети участвуют в совместных каких-то делах, у них есть классные интересы, они с удовольствием ходят в кино, вместе они ходят в культуру, посещают культурные мероприятия, они участвуют в общественной жизни очень широко. Ну и здесь, конечно же, будет в этом коллективе будет преобладать поддержка прежде всего. Есть нормы уважительного отношения. Ты не прав, потому что ты оскорбил его сейчас. Я его не оскорблял. Нет, мы решили, что это оскорбление. То есть если новый член появляется, ребята ему объясняют вот так. И новый член этого коллектива, он постепенно усваивает эту же форму отношения между учениками и в отношении учителей. Мы не выкрикиваем на уроке, потому что учителя это отвлекает, учителю это мешает. Вот видите, вот в этом будет проявляться вот как раз уважительное отношение. И то, как дети будут объяснять своему однокласснику, что так делать нельзя, это нехорошо. Это неуважительно, это неприемлемо. То естественно, что волей-неволей ему приходится формировать. И это поведение в дальнейшем станет для него уже привычным. Ну и здесь большинство детей присуща ответственность, честность, трудолюбие, бескорыстие, добросовестность. Ну, то есть все то, о чем мы, как учителя, мечтаем с вами всю жизнь. Ну, как правило, настроение в этом классе очень хорошее всегда. И отклики на какие-то просьбы, на какие-то задания всегда бывают полномасштабными. И дети это доделывают все до конца и вместе радуются успеху всего класса, что, естественно, только будет повышать именно благоприятность этого социально-психологического климата. Ну, если мы будем изучать отношения между детьми, группировки в классах будут существовать всегда, потому что вот это именно группирование по интересам, оно будет присутствовать всегда. Но в этом классе, если даже группировки образуются, ну, это и должно быть, потому что коллектив достаточно большой, 25-35 человек, и, естественно, что, ну, не могут быть у них у всех постоянно одинаковые интересы. Но отношения между этими группировками, оно всегда доброжелательное, всегда доброжелательное. Поэтому вот такой благоприятный социально-психологический климат не будет основой для формирования буллинга. Ну, и неблагоприятный социально-психологический климат. Почему подавленное настроение в этом коллективе, в классном коллективе преобладает? Ну, это связано с тем, что большинство, большинство детей, ну, во всяком случае, половина детей испытывает страхи, чтобы они не были вовлечены в какие-то ситуации, когда над ними будут смеяться, когда их будут оскорблять, когда им будут присваивать какие-то прозвища, постоянно будут дергать, проявлять агрессивность, формировать конфликты. Поэтому они, естественно, что находятся в не очень благоприятном настроении, и, как правило, достаточно длительный период приводит иногда в подростковом возрасте формирование депрессивности. А депрессивность – это следующая ступень у нас, что суицидальное поведение. Ребенок не может долго находиться в депрессивном состоянии. Не может. Да, депрессия у них еще не формируется, но такое состояние, как депрессивность, у них формируется, к сожалению. Поэтому очень многие авторы говорят о том, что буллинг – это очень часто может привести к суицидальному поведению со стороны жертвы. Поэтому буллинг рассматривается как одна из причин формирования аутоагрессивного поведения. Нет норм справедливости. Есть привилегированные, есть пренебрегаемые, есть изолированные. Но очень часто вот между этими группировками, в которых есть какой-то определенный лидер, он не лидер для класса, но лидер для этой группировки, формируются очень жестокие агрессивные взаимоотношения. И назначаются стрелки, обзываются члены всей этой группировки, драки, носят массовый характер. То есть обе группировки выясняют отношения именно агрессивными вот такими физическими действиями. Новички в этих классах зачастую очень длительное время не могут стать полноправными членами. Ну, ведь буллинг у кого-то не... Ну, я на вопрос отвечу, как сейчас закончу. Нет ответственности, нет добросовестности, насмехаются над детьми, которые умудряются в этой обстановке учиться хорошо, смеются над теми детьми, которые учатся в музыкальной, художественной школе. Ну, в отношении детей, которые спортивно достаточно развиты, ну, опасаются открыто выступать, но используют различные способы, такие, может быть, как порча имущества, тетради, ручек, портфели, школьной формы, спортивной формы и так далее. Этих детей очень сложно сподвигнуть на какие-то общественные дела, где нужно вместе работать, потому что вместе работать они совершенно не умеют. Ну, и класс не способен объединиться ни в положительных ситуациях, ни в отрицательных ситуациях. И вот как раз именно неспособность объединения может сыграть нам на руки именно в разрыве вот этой цепочки буллинга. Потому что эти дети, как правило, ну, что называется, сдадут друг друга, расскажут про всех все, только лишь бы их им не наказали. Потому что, ну, зачастую мы знаем, что именно агрессивных детей не так уж и много. Именно вследствие определенных темпераментальных характеристик, определенных каких-то типов нервной системы, их не так много. А вот детей, у которых агрессивное поведение сформировалось, их достаточно много. Но, как правило, они достаточно трусливые, когда они поодиночке. Поэтому, как только мы вот эту группу разъединили, мы получили то, что хотели. То есть совместной деятельности у них не наблюдается, и, собственно, буллинг мы можем с вами дальнейшие предотвратить. Ну, и смотрите, какие эмоции преобладает ребенок. А исходя из этого, мы говорим о том, что есть все-таки закономерности формирования буллинга. Это не случайное явление. Нет. Есть закономерности формирования каждого ребенка, который может стать или жертвой, или агрессором. И вот смотрите, что же при благоприятном климате испытывает ребенок. Доброжелательность, защищенность, мобильность, креативность, оптимизм, инициативность, работоспособность. Что испытывает ребенок, который в неблагоприятном психологическом климате происходит его развитие. То в данной ситуации, естественно, ему остается или присоединиться к группе насильников, которые третируют другого ребенка, или стать той жертвой, в отношении которой все это будет проводиться. Ну и как мы оцениваем психологический климат? Это отношение между, помощь, взаимопомощь и так далее. Личностное развитие. Ну я вам сказала уже про это. Большая проблема патологический характер. Это тема вообще отдельного вебинара, потому что это серьезная проблема. Детей именно с патологическим характером, которые в последующем вполне возможно сформулируют психопатические черты и станут теми самыми психопатами, которые совершают массу очень неблаговидных поступков и преступлений. Поэтому, естественно, мы должны смотреть. Вот в этом классе, о котором я вам сказала, где ученики проявляют агрессию в отношении нескольких учителей, инфантильность как черта характера уже. Они очень инфантильны, несамостоятельны. И я думаю, что, в общем-то, я уже план определенных коррекционных мероприятий построила, просто мы не смогли реализовать, потому что дети ушли на каникулы, потому что это выявилось перед каникулами. Но я думаю, что вот именно на разъединении, как ни странно, я думаю, что у меня получится их объединить в дальнейшем. Ну и поддержка, как поддерживает учитель, учителя детей в этом классе, как они могут соблюдать дисциплину и так далее. Ну и как мы должны реагировать, если выявлены или установлены факты буллинга. Не надо замалчивать, пожалуйста, эту ситуацию ни воспитателям, ни учителям. Ни в коем случае. Если только возникло подозрение, пожалуйста, подойдите к администрации, к психологу, к социальному педагогу и сообщите, что есть подозрения, которые мы с вами в определенную тактику с вами определим. И будем уже отслеживать эти факты и подтверждать. Потому что, я вам еще раз сказала, не каждое агрессивное действие – это буллинг. Не надо это путать, потому что здесь последствия буллинга гораздо более серьезные. Ну и необходимо реагировать и соответствующие, может быть, приказы вплоть до извещения правоохранительных органов и дальше идет уже работа с жертвой и преследователем. Ну и вот алгоритм сбора информации по факту взаимоотношений. Сам пострадавший. Здесь разговор нужно выстраивать очень и очень тактично, не надавливая на ребенка, потому что ребенок вообще не откроется в этой ситуации, потому что он сразу же нас причислит к тем, кто против него оказывает вот это воздействие. Ну и возможно, возможно, вначале мы не говорим, что это те дети, которые издевались. Возможных участников издевались над этой жертвой. Ну и, конечно же, это те свидетели, то есть дети из параллельного класса, из этого класса, которые наблюдали. Нам нужно сейчас установить факт жестоких взаимоотношений, потому что, я еще раз говорю, не всегда агрессивные действия, а это буллинг, именно травля. Ну и дальше мы уже начинаем собирать все данные, насколько реален, где это всегда осуществляется, сколько продолжается это. Ну, как правило, мы в эту цепочку достаточно быстро выстраиваем, и у нас эти, вот за мои годы, эти процессы были недлительные, то есть очень быстро учителя все это вычисляли, родители, и быстро мы начинали сразу же уже разбор этого, эра, этой ситуации, и очень быстро нам удалось купировать это явление. Ну и вот смотрите, да, дальше роли, какие роли выполняет, здесь мы всю эту информацию собираем обязательно, ну и садимся и проводим обсуждение этого всего, и говорим о том, что действительно ли это факт травли, или это какие-то другие взаимоотношения. Ну и если ребенок пришел и сказал вам об этом, то мы должны удостоверить его, что мы тебе верим, мне очень жаль, что с тобой это случилось, не твоя вина и так далее. Презентацию вы скачаете, все, что я не досказала, вы посмотрите, сейчас я посмотрю, ответили вопросы, потому что здесь вопросов немного есть, и еще время у нас есть, я отвечу на них. Так, вопрос, да, сейчас отвечу сначала здесь. Так, не проще ли ребенка, который подвергается буллинг, перевести в другой коллектив, или все-таки необходимо адаптировать коллектив? Я здесь индивидуально, Николай Дмитриевич, нужно подходить, потому что да, иногда такая ситуация возможна, когда именно вот эти антипатические действия, взаимоотношения сложились уже с конкретными детьми, и мы не можем переселить эту ситуацию, но все-таки мы должны понимать, что это не только искажает развитие этого ребенка, это искажает развитие всех детей, поэтому убрали, получается же для детей, которые, собственно говоря, этот буллинг-то и осуществляют, получается так, что, о, хорошо, теперь мы знаем, мы сейчас его давим, давим, додавим, его в другой класс приведут. Нет, здесь мы должны работать обязательно с классом. Адаптировать в коллективе, но это в зависимости от того, как выявлена интенсивность этих действий и так далее. Это болезнь коллектива, и необходимо лечить. Давайте о болезни в этой ситуации говорить мы не будем. Это психологическая проблема, это не болезнь, потому что болезнь очень хорошо, мы дали таблетку, и все, болезнь вылечилась. Нет, здесь таблетки нет, здесь длительный процесс, и мы должны осознавать, что это длительный процесс, и, соответственно, этому осознанию мы должны с вами и работать, потому что если это таблетка, очень здорово. Давайте ее найдем, и будем уже... Ну, все у нас красота, все мы сделали. Так, к сожалению, я что-то просила, вот поэтому я вас... Так, как формируем в коллективе? Работаю. Я работаю. Так, выскакивает у меня все время. Я работаю в коллективе 32 года, на моей практике ни разу не было буллинга. Татьяна Николаевна, значит, вы создаете тот благоприятный психологический климат, который противодействует даже мысли об этом. Поэтому спасибо вам огромное. Что можно посоветовать воспитателям при ситуации формирования буллинга? Так, вопросы очень интересные. Ну, в данной ситуации воспитатели, я повторюсь еще раз, легче отследить эту ситуацию. Она, как правило, носит очень резкий примитивный характер. Но в данной ситуации по той же схеме мы с вами будем действовать. Почему данная ситуация? То есть схема действий не... Нарушать ее не надо. Надо выяснить, почему этот ребенок стал жертвой, а этот ребенок стал агрессором. Конечно, это совместная работа с психологом. Обязательно с родителями, с психологом. Так, как можно надавить на маму, если она своего чинника отправила на лече, чтобы она... С чем? Как вы можете заставить маму, и я не совсем поняла, с каким заболеванием? Ребенок, правда, очень агрессивен. Ну, в данной ситуации вы вторгаетесь в личную жизнь ребенка, заявляя маме о его заболевании. Здесь такт. Такт. Ну, мне, например, это немножко проще сделать, потому что я врач-психиатр, поэтому, естественно, что я переключаюсь на эту роль. И в каждой ситуации, конечно, мы должны с вами найти слова. Но если вы не можете найти слов, обратитесь к коллегам, к психологам, отправьте в центр в психологической помощи, потому что агрессия, да, вы правы, агрессия может быть и признаком серьезного психического заболевания, но все-таки давайте, каждый будем заниматься своим делом, и сначала мы давайте выясним, по какой причине ребенок агрессивный. Вмешательство родителей делает ситуацию еще тяжелее. Ну, вот это как раз та ситуация, когда ребенок, против которого осуществляется, он не будет говорить об этой ситуации. Поэтому здесь работа с одноклассниками, с параллельными классами, которые рядом находятся, классы в кабинетах, это те дети, которые идут вместе домой и видят эту ситуацию. Ну, вот здесь профессионализм наш с вами, опять же, должен сработать и умение находить подход в разговоре к любой ситуации, к ребенку, находящемуся в любой ситуации, в неблагоприятной. Так, сейчас еще вопрос есть. Не проще ли ребенка все-таки перестать. Если буллинг со стороны педагога к ученику и обращение родителей к педагогу и администрации ни к чему не приводит, стоит ли перевести ребенка? Не, ну, подождите, а почему ребенка нужно переводить в случае того, что если буллинг осуществляется со стороны педагога? Здесь вопрос стоит категорически, о соответствии педагога занимаемой должности и выполнение профессиональных педагогических обязанностей, как это ни к чему не приводит. Вот как раз в случае тогда, когда педагог предвзято относится к ученику, эта ситуация должна разрешаться одним разом. Все. Или вы прекращаете вспоминать о том, что вы педагог носите гордое имя педагога. Ну, или, извините, идите работать в какое-то другое место. Как может, я неоднократно об этом говорю, как может взрослый человек выяснять отношения с ребенком? Это ребенок, пока он находится в школе, пока он находится в нашем с вами видении. Ну, вот я вам еще раз говорю, в этой ситуации однозначно она даже не обсуждается. Педагог-стажист, но высмеивает ребенка, ребенок не хочет. Ну, еще раз говорю, какое он имеет право высмеивать? Профессиональный, пожалуйста, этический кодекс учителя, пожалуйста, без вопросов. Я категорично в этом плане. Я педагог в четвертом поколении уже, и, вы знаете, даже вопросов нет. Очень плохо то, что вы задаете вопросы, я не могу их прочитать в общем чате. Так, на несколько вебинаров. Сейчас здесь где-то еще вопрос я присмотрела. Подвергается ребенок с ОВЗ. Ну, формируйте толерантность, Анжелика Александровна. Проблема с толерантностью. Здесь только таким образом можно. А как формируется толерантность в коллективе? Этому есть очень много различных способов. Так, мальчик второй класс, если на замечания не реагирует. Так, он налетает, бьет детей, швыряет и вещи переворачивает. Ну, здесь нужно смотреть состояние ребенка интеллектуальное, прежде всего, вот, Людмила Ивановна. То есть здесь нужно посмотреть, серьезно провести социально-психологическое обследование этого ребенка и решать уже, по какой причине ребенок появился во втором классе у вас. То есть информацию, позвонить в другую школу и узнать, как, что там было, и, соответственно, этому уже определяться, что делать дальше. Так, ну вот, на большинство я уже, то, что увидела, я ответила. Небольшой анонс. Сейчас мы готовим курсы повышения квалификации. Этот курс будет посвящен рассмотрению проблем детей с психическими нарушениями и психическими заболеваниями, потому что я смотрю, очень актуально. И в ближайшее время будет еще один вебинар по задержке психического развития, именно по диагностике и коррекции, как выявить ребенка с задержкой психического развития именно в общеобразовательном классе и какие наши с вами действия дальнейшие педагогов, школьных психологов, социальных педагогов, как построить разговор с родителем, чтобы он закончился эффективно, этот разговор, именно посещением психолого-медико-педагогической комиссии. Жду вас на своих вебинарах, на курсах повышения квалификации. Спасибо за внимание. Немножко мы задержались. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok